Может ли обычный человек, имея в арсенале простой зеркальный фотоаппарат, сфотографировать призрачный свет звёзд? Автор фото-выставки «Космос в наших сердцах» уверен, что это возможно. Сергей Назаров с детства влюблён во Вселенную. Знает расположение каждого созвездия. На протяжении нескольких лет он работает в Крымской астрофизической обсерватории. Изучает процессы, происходящие в космосе. Когда научился фотографировать звёздное небо, решил показать красоту нашей Вселенной остальным. Человек, когда живёт в городе под уличными фонарями, он лишён возможности видеть всю красоту космоса. И я решил показать её здесь. Начиная от астрономических пейзажей, то есть звёздное небо вместе с Землёй. И здесь есть то, что живёт внутри нашей галактики, звёзды, туманности, в которых рождаются молодые звёзды и планеты. Луна, между прочим, тоже затесалась из Солнечной системы. И галактики. Фотографии автор делал не только в Крыму, но и на Кавказе. Чтобы на снимках зритель увидел млечный путь или туманность чётко и без искажений, их нужно обработать. Полноценная картина получается из десятка слоёв снимков, сделанных с разных ракурсов и наложенных друг на друга. Иногда это занимает пару часов, но бывает, что снимок корректируется целый месяц. Каждый раз получается что-то по-новому. Я стараюсь каждый раз подойти с новым взглядом, каким-то образом выстроить по-новому картинку, как-то провести зрителя, может быть, от переднего плана к заднему или наоборот. И найти подход к одному и тому же объекту, который в космосе живёт, каким-то образом по-новому. Может быть, по-новому фотографии сложить, по-новому обработать их, по-новому показать какую-то гамму цветов. В общем, попытаться найти какой-то свежий взгляд. На открытии выставки Сергей Назаров рассказал, что собой представляют чёрные дыры, откуда берётся туманность и почему она всегда разноцветная. С желающими фотографировать звёздное небо автор поделился секретами успешного снимка. Как и в обычной фотографии, решает всё свет. Нужно много света. А поскольку космические объекты очень далеко от нас, поэтому они тусклые, и света от них мало. Поэтому нужен либо хороший объектив, хороший телескоп светосильный, и плюс, конечно же, ясное, звёздное, тёмное небо далеко от города. Выставка «Космос» в наших сердцах будет работать в детском технопарке «Кванториум» до 18 мая. Вход для всех желающих свободный.